Машина и слот в ангаре Это предложение за 12.5, в котором вы возьмете две машины комплектом И получается, что если суммировать две стоимости голых машин, то безусловно гораздо выгоднее Ну плюс к тому, вы имеете возможность получить обалденный просто камо на Action X, в котором он смотрится просто суперски Я обожаю вот такие вот строгие камуфляжи, которые просто добавляют машине исторической правдоподобности и определенного рода изюминки и я бы сказал в принципе реалистичности Ну и что касается каму на вторую машину, то честно говоря здесь как-то немножечко поспокойнее будет Тем более вот этот вот лось, ну как-то не знаю, не для меня Но это на вкус и цвет, я не то чтобы там рассказать, что это прям совсем говно его брать не надо Просто констатирую факт своего отношения к данному камуфляжу Что касается вот этого аватара, начали его пихать где попало, анимированный, не анимированный Я не знаю, зачем разработчики пытаются навесить игрокам аватары, говорящие о том, что вы токсичный игрок в бою Ну такое дело, опять-таки на любителям Я люблю все-таки какие-то более интересные, а не просто какие-то мухоморы Что касается X5, то на обоих машинах они придутся Кстати, потому что с помощью них вы сможете прокачать себе довольно неплохо свою копилку свободного опыта Поднять себе элитный опыт экипажа Короче говоря, пригодится И это те танки, на которых действительно их можно довольно-таки неплохо реализовать Есть открытое все оборудование, за что отдельное спасибо Потому что на восьмом левеле в принципе позволит сохранить серебро Вот такое вот предложение Брать или не брать я не буду рекомендовать по одной простой причине Потому что у каждого свой карман Но скажу откровенно, Action X конкретно Я бы рекомендовал вам себе приобрести Потому что, допустим, у меня эта машина является одной из самых любимых в игре И я вам скажу вот таким вот образом Почему именно так? Обратите внимание на, ребят, ДПМ 2700 Видите вот это вот все красное? Это те, которые нервно курят в стороне Все, больше вопросов нет? Тогда до свидания всем Обзор окончен Я думаю, мы друг друга поняли Ладно, хорошо Шутки шутками Давайте продолжим Что касается, ребят, все-таки того, насколько машина хороша Многие начинают ее там поносить за то, что у нее очень маленькая альфа Всего лишь 190 единиц Если вы пробежитесь по восьмому уровню То действительно хуже машины по альфе вы не сыщите И самое парадоксальное, что именно в этой альфе кроется и прикол данного танка Потому что если вы посмотрите на время перезарядки, которое составляет 4.21 заявленного времени Вы такого времени перезарядки на уровне тоже, ребят, не найдете Именно в этом прикол этой машины А не в том, чтобы закидывать по 400 или там по 350 единиц альфы Или допустим, как в Шкоде Т-56 закидывать целых 450 Но, йокраны бабаи, вы это делаете за 14.5 секунд А не каждые 4.5 секунды отбрасываете практически по 200 Ну, то есть чувствуете разницу Именно поэтому ДПМ просто обалденный И он реально реализуем на данной тачке Я балдею от этой машины, когда играю Единственное, в чем разработчики действительно ужали экшена Так это в том, что он фармит всего лишь 170% И эти 170% доходности, если бы поставили в виде 175 или вообще 185, как у Левчика Ну, тогда это была бы действительно еще и имба фарма А так это просто имба веселого, красного Господи, красного, смотрю на красную таблицу, заговариваюсь Веселого, классного геймплея Который доставляет вам просто массу удовлетворения Подвижность машины 36 36, ребят, все остальные в большинстве своем красные Да, есть Кейлер, которого 40 Но все-таки, ребят, ну будем говорить откровенно Далеко не каждая машина на восьмом уровне из тяжей Обладает подвижностью хорошей и хорошей маневренностью при этом А теперь обратите внимание на процент побед 55% побед И это действительно довольно неплохо Да, это не супер круто, как на том же самом Бофорсе Но, извините, Бофорсе играет 542 человека Тогда, когда экшена гоняет 2522 человека Понимаете разницу? Разницу между всеми этими машинами по сравнению с Экшн Иксом И Экшн Икс действительно крутая тачка Что бы там ни говорили другие ютюберы И Экшн Икс обладает броней Просто ею пользоваться надо уметь Да, она пускай не ультимативная Да, вас будут периодически пробивать Но, ребят, у нас нет идеальных машин по броне в нашей игре Все равно должны быть какие-то серые зоны Поэтому бросаться чебуреками Для того, чтобы оставить на нем жирные пятна Чисто из принципа Ну, это как бы не очень Давайте будем говорить откровенно Что вам не хватает? Вам не хватает приведенки в башне 281 У вас не хватает лобовой брони башни Да тут вообще, блин, 254 со старта Просто на ура Вот здесь вот в маске Вокруг маски по 200 И это с учетом того, что приведенки нет А если с приведенкой, там тоже нормально все танцуют Вам не хватает вот здесь брони? Да, согласен Здесь спорить не буду 132 с приведенкой Но, ребят, есть огромное количество тяжелых танков У которых плохо с нижними бронелистами Что касается верхнего бронелиста То он довольно часто принимает рикошеты И не принимает пробития 276 единиц с учетом приведенной брони Если вы повернетесь боком Если вы грамотно повернетесь боком То вы обратите внимание, что здесь у вас приведенка 600 А что касается вот этого выступа Который у многих танков является серой зоной Здесь, наоборот, все забронировано Здесь реально классно все сделано Единственное, что меня всегда радовало в этой машине Что разработчики еще не зря, допустим Добавили вот эти вот экраны Которые мешают нормально прицелиться Потому что если вот так, допустим, стоишь То сюда можно забраться Тут 152 И да, действительно, это вот Единственное такое вот Косяковое место по башне Если вы о нем знаете По большому счету Если вы играете с вот этим вот Дополнительным экраном А вы его снять не можете Значит, вы с ними играете То, соответственно, ваши соперники Они не могут нормально выцелить Именно ту точку В которую необходимо попадать Понятное дело, что если вы становитесь бортом Здесь все становится печальнее Но опять-таки У нас все машины Становятся бортом И становятся печальными Что касается кормы Да, картон Но так не подставляйте свою картонную корму Туда, куда не стоит Короче говоря, ребят Машина классная И это один из немногих танков В этой игре Которые я действительно Вполне спокойно Без угрызений совести И каких-то моральных Внутренних переживаний Могу вам рекомендовать К покупке Я приобрел данную машину Практически на всех своих аккаунтах А у меня их не 2 Не 3 Не 5 И даже не 7 Поэтому, ребят Присмотритесь к этому товарищу Давайте посмотрим на характеристики По машине С учетом того Что иногда Вот здесь Вот в таблице Меняются Да, то есть Ну и отличаются Точнее заявленные характеристики От того Что есть у нас На отдельном Интернет ресурсе На портале Время Сведения 2,6 Просто божественное Разброс Ну практически Минимальный Меньше 0,3 При этом урон 2 тысячи Практически 700 единиц Время перезарядки 4,26 Короче говоря Реально Бомбовое Классное орудие Да, пускай на 190 единиц Альфы Если не хватает пробития Вы ставите себе голдовые Вы немного теряете Всего лишь 30 единиц По урону Но вы гарантированно Его наносите Если вам этого не хватает Вы можете себе Вполне спокойно поставить Вместо досылателя Можете поставить себе Увеличение пробоя И будет у вас Целых 237 Но только сразу Необходимо понимать Что в таком случае Будет перезарядка Будет Там 4,6 Насколько это там Прям катастрофично Не знаю Чуть-чуть Да, там вроде бы Падает ДПМ Но я все-таки Играю на досылателе Мне очень нравится Вот это быстрое Скорострельное орудие Ну что Давайте теперь Этого красавца Выкатим в бой Попытаемся сделать Что-то годное Я очень сильно надеюсь Что я сейчас Смогу показать Вот тот самый Натуральный Показательный бой Экшен Икса Не Нафуфыренный Самый лучший бой Который можно было бы Сделать там На какой-то другой машине Один из 30 боев Вырезать И показать Что нате Вот смотрите Классная машина А действительно Один из тех боев Которые происходят На этой машине Практически каждый раз Когда ты заезжаешь в бой Безусловно Когда ты пропадаешь Там против девяток Допустим Или безусловно Когда ты заезжаешь Не туда куда надо И тебя начинают разбирать Тебе становится неприятно И такие бои тоже бывают Особенно Когда тебя начинают разбирать Твой нижний бронелист Но по большому счету В большинстве боев У меня лично Акшен Икс Отыгрывается очень классно И что самое классное Я получаю от этого Массу Реально удовольствия Что касается Подвижности по машине Тяжелый танк Но едет он Абсолютно спокойно Абсолютно нормально Че я мини карту отключил Случайно наверное Абсолютно спокойно Абсолютно нормально Он передвигается по карте Углы склонения Обратите внимание Насколько орудие Гнется вниз Вы реально вполне Спокойно и комфортно Можете отыгрывать На данном стволе На дальних расстояниях От какой нибудь горки Стоя Вас выковырять Практически ни у кого Не получится Что касается Точности орудия То сейчас мы подъедем Так чтобы можно было Кого то видеть В своем прицеле И попытаемся В него попасть Ну вот допустим Вот в этого товарища Блин Откатился немножко Это уже мой был косяк Я немножко психанул Я надеялся на то Что он вернется на исходную позицию Ну вот допустим Пожалуйста Прилетает Очень даже четенько Пробили Вопросов нет Стоял бортом Как лось последний Не буду снимать С себя абсолютно Никакой вины Но давайте Продолжим С ребятами Перестреливаться Кто это делает Точность орудия Просто обалденная И если вы Нормальную позицию В бою займете То вы сможете Эту точность Реализовывать Получать Нормальное количество Урона За бой Даже Время Его Несущественной Альфе Вот вам Пожалуйста Еще раз Доказательство Быстрого сведения И очень Классной Точности Как так Как так Чуть-чуть Не хватило Времени Перезарядки Для того Чтобы в Т69 Еще забросить Немножко Ну что Поехали Подъедем К ИСу защитнику Попытаемся Его немножко Расковырять На его ХПшку В любом случае Я так понимаю Что здесь Бой будет Победным Поэтому мы можем Наглонуть И просто Поехать Набирать Как можно Больше Если вдруг Вам не хватает Скорострельности Вашего орудия То вы Прям В любой момент Подрубаете Себе Ускорение Перезарядочки Орудия И просто таки Становитесь Мега психом Который Лещей Раскидывает Ну прям На ура Не отъезжай Пожалуйста Оставь мне еще Немножко Забрали Таким Ну что Ребят Посмотрим Что у нас Получилось По результатам Боя Со счетом 7-0 Мы в принципе Довольно Честно Победили В данной Схватке Не знаю Может кто-то Скажет Что соперники Были слабые Возможно В чем-то Необходимо И согласиться В данной Позиции Но давайте Будем говорить Про нашего Героя 2130 Единиц Урона Один Сделанный Фраг Знак Классности Третьей Степени При этом Всем Ребят По результатам Фарма Мы получаем Вот такую Вот цифру И я могу Сказать вам Откровенно Положа руку На сердце Что экшен Икс Порой Вывозит И куда Больше В принципе На нем Можно Вывозить В районе 50-60 Тысяч Серебро Если просто Вы набросаете Чутка Побольше Урона Чем сейчас Получилось У меня В бою Но поверьте Мне Вы вполне Спокойно Всегда Если вы умеете Пользоваться Тяжелыми Танками И сможете Нормально Применять Скорострельное Но мало Уронное Орудие Я имею ввиду По альфе Занимать Топ-3 В боях В которые Вы будете Заходить Именно поэтому Ребят Я и рекомендую Всем К приобретению Данную машину Бросайтесь Вы меня Чем-то Негативным В комментариях Не бросайтесь Я со своего Не соступлю Это одна из лучших Машин На восьмом уровне И возможно Это не самый лучший Выбор для статиста Но это однозначно Самый лучший Выбор для игрока Который любит И ценит эту игру Именно за удовольствие Которое можно От нее получать А на данный момент У меня все Всех благ Всего хорошего Мира, друзья мои И обязательно Спокойствия Пока-пока